Я всех приветствую, мне пришла посылка, которую я заказал в официальном магазине Ugreen Кстати, есть разные виды этого товара Бесплатная доставка, все правильно И давайте я вам покажу Есть 1 метр 3 доллара 1,5 метра 3,5 2 метра 3,9 И 3 метра 4,9 Я решил заказать максимально большой И давайте посмотрим, что мне здесь пришло Когда заказываешь у них в официальном магазине И пакетик красивенький И какие-то подарки они обычно кладут Давайте посмотрим Оп, подарок Они поставили вот такую вот небольшую ленточку Клипкую для того, чтобы можно было организовать ваш кабель Скрутить его, свернуть и так далее Так как это оптический кабель То я вот не знаю, можно ли его гнуть так прямо хорошо Кто в курсе, напишите пожалуйста в комментариях Заказывал этот оптический кабель для нескольких целей Первая цель это конечно протестировать оптику на саундбаре Которым я пользуюсь Саундбар от компании Xiaomi И в общем-то подключить это все дело К своему Mi TV Box Кто не в курсе, на Xiaomi TV Box есть оптический выход Но он идет не вот такой стандартный Он идет с помощью вот такого штекера Я купил такой переходник тоже на Алиэкспрессе За копейки, меньше доллара он стоил Да, вот она защелкнулась А этот кончик уже втыкается в сам TV Box И здесь это уже стандартный выход оптический Который можно выткнуть куда угодно Вот так вот выглядит у нас вход Он также идет с таким наконечником, пластиком Для того, чтобы он не повреждался, не портился и так далее Сам кабель довольно эластичный Насколько я могу почувствовать В длину я, конечно, его проверю 3 метра должно быть, да И, конечно же, я его протестирую В это видео я вклею нарезочку Где я тестировал этот кабель Покажу, что он из себя представляет Посмотрите, какой он эластичный То есть он гнется просто отменно Я боюсь его сильно гнуть Потому что, насколько я знаю, оптику нельзя сильно изгибать Очень эластичный То есть можно, в принципе, его прокладывать под прямым углом Практически в тех местах, где вам это необходимо Там за плинтусом и так далее Ну что ж, протестируем, попробуем И вот эту штуку можно, кстати, натянуть будет даже вот сюда Намного приятней Он намного эластичней Поэтому я думаю, что буду пользоваться именно им Я решил, что лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать Поэтому вот как выглядит у нас гнездо для оптики То есть мы видим, что оно у нас совмещает аудио выход То есть сюда можно воткнуть 3,5 мм джек Обычные наушники, какой-то AUX кабель и так далее Но сюда можно воткнуть и оптический вот такой вот штырек Давайте я все это дело подключу Когда он работает, TV-бокс, он светит красным светом оттуда Вот так вот подключается Как обычный штекер от наушников Вот так вот Я думаю, что все наглядно и понятно То есть здесь у нас есть оптический выход Некоторые говорят, что его нет Просто они не совсем разбирались в этом вопросе Он просто здесь нестандартный Насколько я знаю, Xiaomi даже одно время продавали кабели специальные С таким переходником И вот такой кабель, который выходит на оптику полноценную Ну первое, что я сделал, это воткнул, собственно говоря, оптический штекер В самое первое гнездо Теперь включаем наш саундбар И выбираем Optical, насколько я помню Но перед этим я хочу воткнуть питание, чтобы вы убедились, что здесь все-таки действительно оптика есть Вот, посмотрите Приставка, как вы можете заметить Работает И переключаемся на телевизор Слышно, да, что звук идет через оптику? Ну, давайте попробуем запустить какой-нибудь фильм Что могу сказать? Почему-то эхо Не могу понять, почему Если кто-то в курсе, то напишите, пожалуйста, в комментариях, что я делаю не так Может быть, в настройках где-то нужно полазить Но пока есть эхо, такой немножко эффект ревера Когда я подключал по Bluetooth, у такого, конечно же, не было Так что буду еще тестировать, кумекать Может быть, что-то делаю не так Но все работает, это уже огромный плюс А в остальном будем разбираться Всем спасибо за внимание Кому интересно, где покупал Ссылка в описании Там же ссылка на кэшбэк Пока Субтитры сделал DimaTorzok